Всем большой привет, дорогие мои зрители! Рада вас видеть снова на моем канале! Сегодня хочу приготовить очень вкусный пирог с изюмом! Итак, приступаем до приготовления! Ненадобится 3 яйца комнатной температуры, сахар 170 граммов, муки 240 граммов, 100 граммов изюма, также сливочного масла, у меня жирностью 82,5%, 165 граммов, пачку разрыхлителя по весу, здесь идет 10 граммов, и также по желанию можно пачку ванилина, здесь 1 грамм. Заливаем кипятком и оставляем на 10 минут. В миску кладем 165 грамм сливочного масла, добавляем сахар и взбиваем все блендером. Одному вбиваем яйца и взбиваем также дальше блендером. Также вбиваем и второе яйцо, также дальше взбиваем, и потом уже и третье. Масса у нас уже получается, также вбиваем и третье яйцо, и опять взбиваем. Теперь в частях мы добавляем муку, муку мы сначала одну часть добавляем, перемешиваем либо блендером, либо лопаткой, вымешиваем. Также сюда всыпаем одну пачку разрыхлителя, и также пачечку ванилина. Также вторую часть муки. Все постепенно вымешиваем лопаткой либо блендером, как вам удобно. Такая консистенция теста у вас должна получиться, такая жиденькая. Теперь сливаем из изюма всю воду. Изюм просушиваем на бумажных полотенцах, чтобы убрать всю влажность с них. Изюм добавляем в тесто. Все хорошенько перемешиваем или вымешиваем лопаткой. В форму выкладываем наше тесто и ровно лопаткой разравниваем. Разогреваем духовку при 160 градусах и будем выпекать 1 час. Форма у меня диаметром 24 см. Отправляем в разогретую духовку на 1 час. У нас приготовился. Даем пирогу остыть, чтобы с духовки не убираем, пока он не остынет. Убираем эту часть формы и аккуратно снимаем паргамент. Он снимается легко, видите, как хорошо отходит. И так с самой другой стороны. аккуратно, чтобы ничего не поломать. Так же само переворачиваем на другую сторону и убираем так же само внизу. Вот, видите, уже часть убираем. Переворачиваем на другую сторону и убираем паргамент с этой же стороны. Горячее еще у меня все-таки пирог, все равно еще снизу горячий. Поэтому аккуратно не обжигаем руки, переворачиваем и снимаем. Так же с этой стороны, посмотрите. Отходит очень-очень легко. Посмотрите, сколько много. Здесь у нас изюма. Полностью весь в изюме. Готовый пирог посыпаем сахарной пудрой. Пирог у меня получился не сильно большой. Можно сказать, не сильно воздушный, потому что у меня форма диаметром 24 см. У меня получается большой, широкий. Но если взять форму поменьше диаметром, он тогда получится более высоким, но поменьше его диаметра. Как у меня. И так же мы разрежем и обязательно попробуем. Покажу, какой он изнутри. Разрезаем пирог и обязательно пробуем. И посмотрим, какой он получился изнутри. Вот такой пирог получился изнутри. Изюм у меня получился, видите, вот с одной стороны много, где-то распределился поменьше. И, конечно же, попробуем. Обязательно попробуем. Очень мягкий, сладкий. Вот так, в меру прям, в меру сладкий. Итак, если вам понравился рецепт приготовления этого вкусного пирога, обязательно ставим лайки. Кто не подписан, обязательно подписываемся. Итак, всем до новых встреч, всем до новых вкусных рецептов. Субтитры сделал DimaTorzok